Всем привет! Сегодня новый сельский выпуск про сельскую ипотеку. На текущий момент Сбербанк уже возобновил прием заявок на сельскую ипотеку. Точнее, они обещали это сделать 4 июня. В этом году ставка у Сбербанка будет составлять 2,7% годовых. У нас есть некоторые изменения, которые коснулись изменения ставки Центробанка, и теперь она увеличилась. И в пункте по сельской ипотеке есть такой нюанс, что если будет увеличиваться ставка Центробанка, то может увеличиваться стоимость кредита. Некоторые организации изменили стоимость кредитования, то есть процент они увеличили, но при этом это не было связано с этой самой ставкой. Ипотекой Сбербанка можно воспользоваться, даже если в городе проживает население до 30 тысяч человек. Также можно купить вторички, новостройки, частные дома в селе или в маленьком городе. На текущий момент программа действует во всех регионах страны, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Соответственно, нюанс, который я уже говорил ранее, про поднятие ставки по сельской ипотеке. Поднять ставку может. Есть такой нюанс в договоре. Если вдруг государство прекратит финансирование этой самой сельской ипотеки. Изначально была оговорена определенная сумма, которую выделили на поддержку этой программы. Но, естественно, этой всей суммы не хватит для того, чтобы гасить эту ипотеку в течение всех 25 лет, которые, допустим, вы рассчитывали. Денежные средства будут выделяться каждый год на эту ипотеку. И вот если вдруг государство решит прекратить поддержку, то тогда ставка может измениться до обычной. Ну, обычной банковской. Допустим, была она у вас 2,7%, а станет 9%. Ставка будет оцениваться по текущей. Но, опять же, есть нюанс. Если вдруг у государства снова появятся деньги, чтобы субсидировать продление сельской ипотеки и платить эту разницу процентов за вас, то оно продолжит это делать. Попробуем разобрать пример. Для расчета базовой ставки берутся размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, который действовал на дату изменения с процентной льготной ставки на базовую. Ну, вот на примере кредитного договора. Как будет рассчитываться базовая процентная ставка, если, допустим, с 3 августа 2021 года Минсельхоз скажет, что предоставления субсидий больше не будет. И, допустим, с 7 августа 2021 года банк получит уведомление об этом. По графику платежей следующий платеж, получается, будет после, допустим, 7 августа 2021 года. Дата, когда банк получил уведомление, получается, приходит на, допустим, 26 августа. То есть это будет действовать новая базовая ставка 2,7, плюс ключевая ставка Центрального банка. Допустим, ключевая ставка Центрального банка будет 4,5%. Тогда новая базовая ставка 26 августа 2021 года составит 7,2%. Если 5 июля 2022 года Минсельхоз возобновит субсидирование и уведомит об этом банк, то с 26 июля 2022 года дата моего следующего платежа ставка вновь станет годной 2,7%. То есть в период с 26 августа 2021 года по 25 июля 2022 года будет действовать базовая ставка в размере 7,2% годовых. Ну, если субсидирование не возобновится никогда, то ставка до окончания ипотеки будет сохраняться на уровне 7,2%. Ну, есть вариант рефинансироваться, если такая возможность будет иметься. И, соответственно, от чего это может зависеть? Может измениться ключевая ставка Центрального банка. Это величина непостоянная, и она постоянно меняется для того, чтобы поддерживать финансовую систему Российской Федерации в более-менее каком-то определенном состоянии. Допустим, чтобы не росла инфляция, базовую ставку поднимают. И чем выше базовая ставка, тем, значит, должно быть жестче регулирование инфляции. Вот недавно у нас было заседание Центрального банка ПУТ и СФРС, и, соответственно, они базовую ставку подняли. Ну и, соответственно, на последнем собрании они приняли решение о том, что стоит поднять базовую ключевую ставку до 5,5% годовых. И главный нюанс по поводу ключевой ставки. Все боялись всегда, что если изменится базовая ключевая ставка, то цена кредита вырастет. В Минишельхозе есть правило, по которому оно должно следить за изменением этой базовой ставки и предоставляет банку разницу между базовой ставкой и телом кредита. То есть вам об этом беспокоиться не нужно. Для вас процентная ставка будет оставаться прежней. Ну, по текущей 2,7. Если вы будете платить 2,7, у государства будут деньги на то, чтобы поддерживать этот кредит. В общем, все, в принципе, осталось. Как и прежнее, брать сельскую ипотеку можно, но есть один нюанс. Из-за сельской ипотеки и различных программ господдержки ипотечников и молодых семей и прочего, вроде как жилье стало доступнее, но с другой стороны, вот эта вот разница, которую люди сейчас вроде как получили в виде маленького процента по ипотеке, но сама стоимость жилья, она выросла. Как раз-таки примерно на эту разницу. То есть рынок всегда остается примерно таким же, каким он и был. И, допустим, стоил, ну, для примера, для понимания, допустим, стоил дом, ну, не дом, а квартира стоила 3 миллиона до понижения этих ставок с господдержкой. После понижения этих ставок, допустим, стоила ипотека 7% годовых ставок стоить 5,75, и квартиры взлетели в цене там на 200-300 тысяч и больше, соответственно. Вроде как, с одной стороны, плюс, но с другой стороны, минус. У нас такой рынок, что нифига никто не может регулировать нормально, и хотят вроде как сделать хорошо, но с другой стороны, все плохо. И новостройки выросли, и вторичка выросла. В общем, очень все странно. Ну, вторичка выросла, потому что спрос появился на вторичку, так как люди не хватают денег на первичное жилье. Поэтому одно за другим тянется, и одна сплошная проблема. В общем, всем, кому понравилось видео, ставьте лайк, не понравилось – дизлайк, подписывайтесь, пишите комментарии, если что-то я сказал неверно. Всем пока!